Всем привет дорогие друзья, сегодня у нас необычное тестирование мода, в этот раз это опять же мод для спинтажа 2014, но на этот раз зимний мод, очень веселый и мы сделали еще одновременно на примере шевроле тахоя, а ведь тахо их называют, большой американский джип с большим количеством литража, с большим количеством употребления, но при этом маленькие количества лошадиных сил, зато большие кутящие моменты. Поменяем нормальные колеса поставим, есть две модификации, к этому тахоя, потом посмотрим еще зимний мод чуть попозже, ну тут надо наградить, смотрите все остальное, уже кстати появился на момент записи этого мода осенний режим, тоже надо будет посмотреть, но там ничего не меняет, зимний мод реально очень прикольный, конечно у нас сейчас с вами не, так подожди что поменялось то, канистра которую не видно понятно, а вторая канистра с правой стороны, левая и правая, но их не видно, давайте поставим сейчас с ним, даже если их и нету, так заведем, к сожалению, шрифт белый и я ничего не вижу, вот только так могу посмотреть, что написано, какие-то характеристики, очень уж прям белые текстуры поставили, мне кажется перебор, немножечко с белым текстурой, но поехали, попытаемся посмотреть, жипик очень неплохой, судя по всему, уже выглядит неплохо, ну нарисован очень неплохо, колеса ему оригинальные плохо шли, потому что подвеску подняли, те кто разрабатывает мод, а вот с этими колесами смотрится вполне себе ничего же, ну поехали, посмотрите, еще заодно зимний мод, а в зимнем моде помимо того, что текстур, здесь еще и физика немножко подправлена, смотрите, задний привод едет все равно, прикольно, лужа прикольного цвета, то есть прям реально такие вот грязевые лужи, ну очень в принципе вот неплохо сделан, конечно не идеально, можно сказать, но мне нравится, вполне себе достойно, так, ну вот тут, конечно, без, без, этого, как называется, без блокировки не проедешь, потому что, ну сами понимаете, в такое говно без блокировки вообще никакой камикадзе полезут, ну у нас проблемы, небольшие химства, у нас проблемы, он что-то еле-еле двигается, меня это немножко настораживает, ну вот зимний мод такой вот, все такой пестрит прям, я не знаю, белым цветом, смотрится в принципе прикольно, да, он на один и плюс, у него мощности добавили, дофига, хотя, как я уже говорил, мощности в реальности очень мало, там было только три мотора, вообще, джип выпускается с 22 года, по 2013 уже больше не делают, это охуенно, правильно, такой смысл делать машину правильно, которая в принципе уже смотрится не так себе, ну нет, сейчас смотрится еще неплохо, ну модель последнего третьего поколения, сейчас у нас, видимо, судя по всему, но двигатели так и не поменяли, так и сколько я понял, ну, конечно, в Википедии не врет, то есть двигатели были 5-7 литров, сначала было 188 лошадиных сил, потом мы сделали более современные на 255, уже получше, да, ну 5-7 литров все, как-то мало снимает, правильно, зато какие-то беженые кутящие моменты сняли с них, ну даже у бензина двигатель сняли вроде как около 500, ну более, по-моему, 500 кутящего момента сняли, а у дизельных двигателей было 6-5 литров, В8, труба дизель, было где-то 180 коней, и тоже в следующий момент был примерно тоже в районе 500, поэтому можно было бы отстать мелобензиновым вариантом и кататься было бы так же нормально, ну и тоже под снегом здесь, конечно же, гретье будет вылетать, здесь так сделано, это, в принципе, реалистично, потому что под снегом у нас греть же находится, правильно? Ну прикольный, прикольный мод, какое-то разнообразие, осенний мод мне не сильно понравился тем, что там почти то же самое, там чуть-чуть изменение текстурки грязи, текстурки лесов, но выглядит как обычно почти, там не сильно отличается, вот, но здесь мне нравится, что еще физику переделали, снега, ну, видимо, грязь как снег, я не знаю, что мы переделали, у нас свалит 100 литров в бак, хотя в оригинале, по-моему, 113 литров в бак идет, 30 галлонов, но расходы вполне себе умеренные, так, ну, это не поеду без дифференциала блокирования, без блокировки дифференциалов, потому что я не комикадзу, ну, прикольный такой, мне нравится вообще, как он едет, в принципе, ну, почему-то очень неплохо так застревать по этому умудряется, прям, смотри, как плывут текстурки, да, по воде, просто жесть, как-то странно смотрится это все, ну, ладно, не будем о грустном, надо выбираться с этой водяной ямой, побыстрее, еще тонем, не дай бог, ну, пока, я верю, в само-то, такое, очень неплохо сбалансировано, по проходимости, конечно, можно было здесь лучше, мне кажется, мы лучше здесь уехали, хотя, хрен не знаю, как он в реальности находится, я на таких жипах, американских, больших, никогда не катался, поэтому, точно сказать не могу, вообще, жип очень-очень неплох, мне нравится, ну, выглядит неплохо, нарисован неплохо, лебедка впереди, ну, это, видимо, нестандартно, лебедка, сомневаюсь, что лебедка была бы в стандартной комплектации, точнее, вообще была бы в комплектации такой, потому что машина немножко не про то, это не наши УАЗики, там, у Фроуд, там, подобное, хотя наши тоже УАЗики доставляют отдельно, Нет такой комплектации. Чё это? Не, прикольно, мне нравится. Ой, Ром получили с задним бампером. Ну, видите, в передней связи еще более-менее адекватный. Более-менее, задней связи очень говнянский. Для джипа. Но эта машина не по таким дерьмом ездит. Она создавалась, естественно, по колхозам американским. Они были такие нормальные, там, в основном, пустыни всякие. Там, да, по Техасу уже стекать. Поэтому нормально. Ну, пока есть задний привод, сейчас включили. Смотрим, как вообще приезжать. Ну, по ДЭСКу неплохая. Вообще неплохо, МОД слеплен. В принципе, почти адекватно. Я все-таки немножко по проходимости ему поднял. Получше. И стандарты, кажется, вообще можно было выкинуть. И они все-таки не нужны. Они, как бы, роль не... Тут я ведь поворачиваю, но он вообще не едет. Вот это мне не очень нравится по прохождению. Именно МОД можно было делать лучше прохождение. Видимо, то ли он слишком тяжелый его сделали, что он не проходит. Взрывает очень сильно в грязь. Я думаю, что с весом переделали. Слишком много большого веса, но поэтому сделали бы высокую подвеску. И немножко дизбалансит, мне кажется, все-таки этот. Почему снег желтого цвета... Желтого, господи, я же не дальтоник. Голубого цвета, я не знаю. Может, в какой-то традиционной зоне едем? А, ну, в принципе, там дома похожи на Чернобыль. Да, по Припять. Припять, точно. Украина. Вот видите, он очень жестко зарывается. Без дифференциала вообще никак не хочет ехать. И я думаю, что это именно вес виноват. Но при этом сделали упругую подвеску. Тоже как-то странно смотрится все это. Я вот даже смотрю на это место, немножко не узнаю. Вот как поменять текстуру, меня это место очень сильно. Ну, я как бы знаю, я уже столько раз проезжал по этому месту. У нас полигон все в одном направлении. Ну, реально, я вот еду, не узнаю. Либо, может быть, я расчет... А я раньше времени повернул по ходу. Я думаю, что-то тут не то. Или подождите, или это то место. Это не то место. Нам нужно левее. Ну, и теперь висит еще более-менее нормально. Задий свет, конечно, очень жесткий. Если резкая ямка, вы просто полетаете. Не, ну, с такой настройкой мода ехать вам придется в любом случае лучше всего сразу на... С блокированным дифференциалом. Потому что, видите, он просто взорвается. Иначе, грубо говоря. Вот здесь мы должны были проезжать. Немножко другой маршрут сделали. Но вообще прикольно, смотрится на машину, мне нравится. Это вообще мод прикольный, это зимний. Знаете, реально как-то вот такое очень неплохое разнообразие вносит. То есть, не то, что не просто там какой-то зимний мод. Давайте на 1+, поедем хотя бы уже. А вот как-то это даже немножко меняет. Ну, для меня ощущение, как будто новая карта. Вот серьезно, очень. Мне, конечно, я их еду как надо, все такое понятно. Но очень такое ощущение, что как будто это реально какая-то очень новая карта. И это очень круто. Ну что, на 1+, пройдем реку или на какой скорость? Как вы думаете, ребята? Или все-таки на пониженной? Ого, что с текстурами воды? Мне даже страшно ехать. Какая-то аномальная зона, блин, сталкер. Нет, все-таки поедем на пониженной с блокировкой. Не будем рисковать. Но он тяжелый, он не должен утонуть, в отличие от УАЗика Патриота. Но есть проблема в том, что он нихера не едет сам по себе. Как видите, я вам говорил, он сам по себе очень плохо едет. Даже на 1+, ему не помогает ничего. Походу поплывем сейчас. А может, по-моему, плывем даже немножечко. Надо бы всякий в другом месте приезжать. Потому что, я не знаю, ну, что-то все очень печально. Может, хоть расход. Ну, сейчас, может, опять до острова доплывем, я не знаю. Давайте отдадимся течению немножко. У него, знаете, чем плохо? Вот колеса поворачивается чуть-чуть лево или вправо, и он уже нет, как УАЗик, да, вот в том плане. Я имею в виду, как оригинальный УАЗик, потому что он заменяет, то есть, по-моему, там... Я уже не помню, как он называется, модель, по-моему. 469, по-моему, УАЗик, я сейчас посмотрю. 469, я угадал, смотрите. Просто офигеть можно. Я теперь даже не знаю, что делать там, ребят. Ну, по-моему, по подсвечению, другого варианта я не вижу. Может, хоть как-то поможет. Что-то стало это место вообще непроходимо в последний момент. Ну, именно когда УАЗика меняем на какие-то машины. Что-то, конечно, я не вижу, как колеса повернуты, но все по всему, очень правильно. Ну, ну, вот даже просто не едет он. А задняя передача все что-то. Все равно передъедет. То есть, ему пофиг, он плывет. Да он даже не плывет, потому что тяжел. Он, именно, что-то очень сильно почему-то зарывается. И дифференциалы, блокирование дифференциалов вообще не помогает. Но он при этом и не тонет. У него, по-моему, занижен порог. Это вот слишком высокий. То есть, либо вообще отключен. Нашу фирменную карту он просто не проезжает. Давайте фары включу. Офигеть. О, я теперь колеса вижу. Все. Слушайте, он, по-моему, как-то... Даже не знает, как это обозвать. Ну, я хочу доплыть хотя бы до того острова попытаться. Но проблема в том, что он реально не едет. Да, давай. Даже вода его особо не толкает. Не толкай туда немножко. Очень медленно. И, по-моему, то, что я кручу колеса особо роль не играет. А что, если вот так сделать? На грани так подталкивать. По-моему, вообще никакой разницы нет. Я даже, честно говоря, острова не вижу. Квочу, он вообще сдох, ребят. Ну, не доделан. Не доделан так, к сожалению. О, как вода. Подожди, что? Что случилось? Это такое отражение? Офигеть. Ну, видимо, это тоже зимний мод с самими глюками. Смотрите, какое отражение получилось. Нереалистичное. Он не то, чтобы это место не проехал. Он даже прямо не хочет ехать. Хотя все машины очень неплохо плавали в свое время. Возможно, знаете, в чем причина? Возможно, именно в моде зимнем. Может быть, как-то физика делает более скользко и проблематично. Пускай пока его относят немножко, когда мы, кажется, повернем чуть-чуть левее. Пока мы быстренько перекручимся на Зил, попробуем, как вот оригинальный Зил катается в этом плане. Так, отсоединись. Может быть, реально физика переделана не очень неплохо. Сцепи на колеса. Прицепы нам никакие не нужны. Пойдем просто так сцепку снять. Ну, чтобы бортовой платформы потяжелее стал. Попробуем, попробуем. Сейчас узнаем, может, реально какая-то физика более скользкая, что ли, более зарывающая. Потому что, в принципе, Зил здесь везде проезжает без проблем. Секрет, чтобы правильно прямым поставить, он все равно, видите, он ездит. То есть проблем нет. Вот здесь все-таки получается плохо сделанный мод Chevrolet. Возможно. Но мы сейчас проедем вот здесь вот и проедем. Сейчас только я поставлю блокировку на всякий случай. Не, ну он едет, он тупо едет. Или все-таки медленно едет, как и же такое. Не знаю, сложно сказать. То есть, вроде бы, как Зил, примерно так и в оригинале едет. Без зимней карты. А может быть и нет. Да, и когда вы будете ставить этот мод, я, конечно, дам ссылку в описании. Ребята, там надо будет заменять... Ну, там написано в описании по ссылке будет, как и что менять. Но там надо будет zip-овские файлы менять. То есть, в архив добавлять файлы и заменять их. То вы просто региональные файлы сохраните. Я их не сохраняю. Я просто в стиме просто нажму проверить целостность кэш. Она мне сам обновит их. А вам, я советую, именно, если у кода особенно пиратская версия, то убрать эти файлы, ну, отдельно скопировать, чтобы потом заменить обратно. Потому что, по-моему, игру не перестанавливать, не мучиться. Ну, мне кажется, физика поменялась немножко, да? Вот что скажете, как вы думаете? Я поставил, что файл физики меняет, да? То есть, он как бы есть файл, файлчик заменяет. Типичная, да. Пластичная левая, а он едет вправо, да. Это вот зила нормальная, что, наверное, по камням вы проезжаете. Это стандарт уже стал. Но я не вижу какие-то проблему. То есть, он сделал, он все равно едет как едет. Да, где-то будет колеса там буксовать, но он проезжает. Там ее нижняя сторона тяжелая, а проблем с ним нет. Он проезжает. То есть, физика, в принципе, сильно не поменялась. Это швыри-то ходит, кажется, так херово плавать просто. Давайте посмотрим, доплыл там, не доплыл. Он тут постоит, он даже не плывет. Ребят, просто не плывет. Он еще заглухнет что-то. А, я же пересел, конечно. Давайте обычную скоробку поставим. Может, на обычную скорость там переключится. Просто никак. Я думаю, что плохой мод. Именно такой. То есть, он не очень грамотно сделал. Поэтому у нас такие проблемы имеются. Не думаю, что виноват именно зимний мод. Тем не менее, ребята, вот такой обзор. Я надеюсь, вам понравилось. Не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки. И, в принципе, мне шевел такой понравился. Но моя оценка его 6 из 10. Потому что он, видите, очень плохо по воде ездит. Вообще не ездит. То есть, какой-то глюк с модом. Да и по грязи очень сильно застревет. А сам зимний мод очень понравился. Прикольно. Он реально как-то карты по-новому, по-свежему смотрится. Это очень круто. Всем советую этот мод. Очень крутой. Посмотрим, что он, наверное, еще осенний мод. Но я не думаю, что это какие-то там поменялось. Ну, почему бы и нет. С вами был Клауд. Если вам понравилось. Всем спасибо. Всем пока.